Я знаю, что твоя жена вроде из КТЛа, да? Такой вопрос. Есть, да, такой, типа, КТЛовские встречаются с КТЛовскими? Короче, я не знаю почему, но в предыдущий раз какой-то наш гость говорил, вот когда тема зашла о отношениях, он сказал, ну, я буду искать девушку из КТЛ. Вопрос, почему? Ну, я скажу... Почему вы из КТЛовские девчата? Я скажу, что такая тема, в принципе, в КТЛе, внутри вообще своей структуры, она есть. Но, как бы, я жену выбирал не по этой структуре, там, типа, как там есть КТЛовский тиндер, да, условно. Расик про него может рассказать, да, я так не сильно в этом шарю, но есть такой свой КТЛовский тиндер. Я не искал так свою жену, типа, она должна быть КТЛ, что-то, я искал хорошую, но так получилось, что она оказалась КТЛ. В принципе, ценности просто схожи, видишь, что она будет достаточно образована, развита и так далее, и при этом сохранить свои восточные ценности и так далее. Ну, то есть, потому что это тоже важно, потому что бывает, что такая вот прям восточная, вот, да, инкилинтур, да, но вот с ней сложно, да, ты с ней насчет, там, экономики и социального развития республики не подискутируешь там, да. Ну, смотри, есть пацаны, да, я реально признаю КТЛовских пацанов, потому что они очень много где движникуют и новаторы в своей сферах и так далее. Девчата какие? Ну, видишь, девчат в лицее просто готовят не то, чтобы они прям новаторами в своей сфере и так далее были, да, это мужчины так готовят. Когда нас учили в лицее, говорят, ты должен быть, как бы, суперчеловеком и ты должен быть суперспециалистом. Типа, и ты будешь как птицкой и взлетишь, да, типа, это два крыла. Девушек же говорили, что ты должна сохранять больше, не должна, да, прям там нет такого обязательства, что ты как бы их наукам развиваешься и так далее, и при этом семейный очаг, домашний уют, такие вещи. То есть, восточные ценности тоже прививают, да. Восточные ценности, да, как-никак они развиваются. Вот, это обратно, да, такой некий момент, волна того, что такой, типа, чуть-чуть, феминистки многие могут здесь на прессе, типа, вот опять они говорят нас. Сейчас вот у Рибука же была, кстати, которая вот, бурзан и шею на лицо. Присесть. Да, вот эта тема, вот эта. Это, знаешь, вот, многие девушки, девушки, они в два раза, ну, гораздо эмоциональнее парни. На них ими легче, вот, девушками управлять и так далее, продавать товары. То есть, любой маркетолог со мной согласится, что косметика, там, столько, много, много, рекламная индустрия очень сильно живет за счет женщин. Потому что они больше шопоголики и так далее, эмоциональнее развиваются. И они дома принимают решение, что покупать домой, да? Ну, короче, да, я не говорю, я вот, не говорю, что вот женщины хуже или так далее, и тем самым, потому что, зная феминисток, они всегда за такие слова из-под контекста. Здесь нету сексистов, да. Да. И вот, как бы, вот, например, Каннский лев, да, возьмем, вот, ручка этого с Каннского льва. Там, например, ты, если хочешь выиграть Каннский лев, там большая степень работ, либо, вот мы как взяли, замутили какой-то феминистский проект, вот, либо сделали поддержку гомосексуализма. Как будто это специально форсится. Посмотрите на Голливуд, вот персонаж такой клевый и так далее, и потом, из-за того, что он гей, его все притесняют, он бедный, бедняжка и так далее. Это же пропаганда чистой воды. Почему, вот, вы, как бы, поддерживаете феминизмом и так далее, стоит, да, у нас есть в обществе нашем, что, там, женщин бьют в семьях и так далее, и так далее. Но это даже не сексизм, это просто античеловечность какая-то. Это не эта тема для разговора, типа, это, в принципе, в социуме проблема, да, идет такая. Ну, не проблема сексизма и феминизма. Как бы, посмотрите на это с другой стороны, что вы, подогревая этими, вы, как бы, марионетки в чьих-то руках пропаганды просто. А какие интересные у них тогда, если они это пропагандируют специально? Ну, смотри, это же правильно, это смотри, в экономиках, в которой мужчины и женщины равноправно работают, эта экономика будет больше давать результата, понимаешь? Вот, скажем, возьмем Германию, там мужчина и женщина обе прям впахивают, из-за этого там развито. А у нас, считай, например, если жена за ребенком сидит, домашний очаг сохраняет и так далее. Считай, с одной ячейки, ну, как бы, возьмем, как семью, одну ячейку, там только один человек работает. Понял? В экономику меньше импута будет. Такой момент есть. Например, если девушка рожать, то даже плюс феминизм. Да, а теперь возьмем компании, например, Эрнстен Янг, например, крупные, или там, Эппл, там, табачные, которые лоббируют свои интересы на Западе, да, посмотри на их стороны, да. Или вот как работодатель, да, я работодатель. Подожди, те доводы, которые ты сказал, это сейчас только что прозвучало, по-моему, плюс феминизма, нет разве? Нет. Это, я понимаю, что... Выгодно экономике, но ребенком что заниматься будет, типа, такого, понимаешь? Нет, а чтобы они меньше рожали. Меньше рожали. А, все, я тебя понял. Якобы существует проблема... Перенаселения. А теперь смотри, да, вот так. Еще девушка потом в декрет уходит, и ты еще должен платить за нее, как компания. Ты огромные бабки. Посмотри, сколько затрат, например, у угла. Ты когда такая компания занимаешься, у тебя две стратегии есть. Повышение продаж, либо понижение затрат. И они затраты везде катят. Cost optimization. Просто на эти стороны посмотрите, на другую сторону, на другие интересы. Они вот так прямолинейно. О, Каздар нас притесняют, это плохо. Мужчины ужасные ребята, мы должны дома убираться, это делать, то делать. Ну, вот я, кстати, к этой теме вернусь с КТЛ и всех таких вещей. Я тоже не сексист, но я считаю, что существует и нужен бытовой сексизм. То есть... Какой? Он какой? То есть есть обязанности. То есть, чтобы семья правильно работала, функционировала, да, и еще лучше развивалась. Есть какие-то обязанности у женщины, есть какие-то обязанности у мужчины. И не только там в деньгах, да, в момент, да, типа вот если женщина будет работать, то тут... Это как команда образования, правильно. Команда образования, правильно. Кто-то занимается этим, второй дополняет этим. И вот, наверное, Расик хотел сказать о том, что все-таки в культуре, в воспитании, вот КТЛ, там присутствуют такие моменты, где все-таки вот эти вещи, знаешь, там даже не то, что учат, типа там, как быть кухаркой, да, а там объясняется, ну, для чего... Для чего нужен мужчина вообще в жизни, для чего нас создали такими, и для чего создали женщину. Нас создали, как Расик говорит, равноправными, но с разным функционалом. И чтобы развиваться обществу дальше правильно, вот функционал должен знать. Это разные модели общества. Каждый знал свой функционал, типа, как бы, типа такого. Да, я просто момент того, что я стопудово, да, не какой-то сексист и так далее, я уверен, что, ну, там, не знаю, с Божьей помощью и так далее, вот моя жена со мной, она будет вот суперсчастлива, вот я сделаю все для этого. И мне кажется, если мужчина это делает, то он, ну, любая девушка после этого, мне кажется, если ты ее будешь помогать, ей проекты делать, там, ее привносить хороший кэш домой, там, любить ее, уделять время, участвовать в воспитывании ребенка и так далее, любая женщина будет счастлива. Вот кто со мной будет с этим не согласен, он просто пошел нафиг. Что ты конкретно сейчас вот делаешь, чтобы, например, ты сказал уверенно, что ты сделаешь ее счастливой? Да. Вот, как ты себя подковываешь? Я, по крайней мере, я все буду делать для этого, мало ли, может, она какая-то странная попадет, кто знает. Окей. Но у тебя есть примерно... Что я сейчас делаю? Да, то есть есть примерно распланированный план. Я же все, что это делал, да, когда я начинал путь, я это, конечно, для себя думаю, вот я добьюсь мирового успеха, там, буду всех выносить, там, зарабатываю, стану миллионером. Чуть-чуть, когда мозги появились, да, сейчас я теперь понимаю, что это же я на самом деле не для себя все-таки делаю. Я это делаю, чтобы там сестренка моя в хорошей школе училась, моя мама там меньше работала, бабушке какие-то их мечты реализовать. И теперь еще я понимаю, что вот уже потребно смотришь, там, на своих друзей, у них детишки бегают, охота своих детей и так далее. И тут понимаешь, ага, нужно квартиру уже купить, нужно же это, чтобы как-то удобно было дом взять какой-то условно. И начинаешь для этого работать. Стимул мотивации уже такая, что я работаю не для того, чтобы срубить кэш и там нюхать кокаин и кататься на ламборгини, чтобы мне все завязывали. Не разве этого, что ли? А чтобы вот, типа, семейный институт построить там и так далее, и так далее, видишь? То есть вся моя деятельность, она-то на это русло направлена. Ага, видишь? Да, если смотреть на мою, на мою, да, вот я рассказал свою историю. Наверное, да, вот это и сподвигло меня чем-то заниматься. И вот я, если бы, наверное, был бы холостяком, ну, зарабатывал бы себе на какие-то, где-нибудь там, на Бали или в Таиланде, наверное, искал бы смысл жизни. Ну да, но вот эти вещи, они на самом деле мотивируют, и ты переосмыслишь какие-то ценности. И когда вот этот функционал правильно в семье работает, распределен, оба человека в семье разовьются правильно, и еще дальше, и еще лучше. То есть это, ну, брак, он же такой, есть древний же, он его, знаешь, какой-то, он как священный, правильно? Конечно. Брак заключается на небесах, говорят, вот такие всякие разные вещи. Ну, это, там, может, сейчас нам не понять, да, искренне там мифологические. С вами это половина веры считается, там, вот. А сейчас можно уже в цоне, да? Ну, это типа, знаешь, это что-то очень важное, когда две, две, там, энергетики, да, объединяются и становятся еще чем-то большим в обществе. Новая мощная энергия появляется. Значит, я с этим полностью согласен. Насчет мужской лицемерии ты хотел бы говорить. Ну, да, выбрать жены и так далее, да, типа, вот в нашем таком-то восточном обществе, да, скажем. Все его так говорят, да, такие пацаны, там, ну, типа, погуляют до 25, до 30 лет, типа, да. А потом выберу всю такую благочестивую, там, девушку и так далее, да. Типа, ну, это же капец лицемерие, да. Ну, типа, это же неправильно, да, ты гулял, как бы, да, там, кого-то вообще этого благочестия сам лишал, и ты хочешь, типа, так сделать. Мне кажется, эти законы не работают так. Это неправильно, как бы. И потом ходят, все обсуждают, а, девчонки все проститутки и так далее. И девчонки то же самое, да, вот так от парней ждут, как бы, такой же реакции, хотя сами к этому им дают их удовлетворение нужды и потребности, да. Вот эта проблема есть такая. Мне кажется, если ты хочешь себе какую-то благочестивую девушку, ты сам должен быть благочестивым и не гулять до 25. Потому что ты же кому-то, получается, испортил каким-то будущим пацанам, типа, их жен и так далее, да. Ну, испортил Дигенди, это в зависимости от своих принципов и ценностей. У меня такие, да, восточные принципы и ценности, я их придерживаюсь. А у кого-то другие, то есть, я не говорю, что это неправильно или неправильно. Я говорю, то есть, если ты вот с таким мышлением, типа, да, живешь, что жена должна быть там правильной, там, у нее никого не было и так далее, но при этом у тебя, там, в списке, там, 50 девушек есть и так далее, да, и ты ходишь с пацанами, там, общаешься, что ты каждую пятницу кого-то уломал, а потом к этому тут чуть-чуть реже. Есть вопросики. Да, у меня много друзей таких близких, вот, очень много, я вот с ними просто не разговаривал на эти моменты, но это хотелось бы обратиться в то, что чуть-чуть это вот прям бесит меня. Не честно, по идее, да. Ну, не честно, да, если бы вот этого фактора просто не было, мне кажется, что у нас страна была, вот, она в разы бы выше была бы. Потому что столько кейсов у меня есть, когда вот, ну, девчонки по глупости были, потом я с другом общаюсь, он говорит, да, я расстался с ней, говорит, потому что узнал там, что она там так-то, так-то, короче. Я, по идее, один короткометражный фильм готовлю насчет этого. Да? Да. Нет, это же, капец, глобальная проблема казахстанского общества. Ну, мирового, наверное. А, ну, то есть лицемерие, да, имеется в виду, да, в этом плане, да. Это больше вот казахстанское именно, все еще, то есть, если сравнивать с Европой и так далее, там это уже... Там-то уже пофиг уже делать. Да, толерантность и так далее, а у нас эта тема все еще... Там, наоборот, я хочу, чтобы у меня жена была с опытом. Да-да-да, по идее. А что это... Вот теперь давай немножко насчет этого, у нас что-то затянулось, но после прочтения книги «Искусство...» как там было? «Жить пофигизмом» или, блин, забыл? А, «Тонкое искусство пофигизма». Я для себя раскрыл такое, что, на самом деле, развод, например, это, оказывается, не есть плохо. То есть, это неплохо, если ты живешь несчастливо. А если говорить о ребенке? Ну, опять... Тогда плохо, правильно? Ну, есть такое две игры. Не факт, то есть, опять есть две стороны этого. То есть, ты будешь жить для ребенка... Развода в Казахстане стоит упомянуть. Да, да. Ну, нет, вот именно, почему я это говорю. То есть, ты живешь для ребенка или же ты живешь для себя? А если для ребенка, вот, мне кажется, эта модель у нас в Казахстане, эта модель, вот наши родители используют эту модель, да? Как этот... Я не знаю, это есть хорошо или это плохо, но... Ну, я понял, о чем ты, знаешь, вот, читая даже книгу, например, «Бирюзовая организация», ну, «Открывая организации будущего», бизнес, наука в целом дошло до того, что социум... Раньше было, типа, когда на себя, а теперь мы еще новый этап пошли все-таки, когда ты лучше, даже это вот тональности человека, там уже есть уровни человека, да? Когда ты с первым... Расскажи, ты лучше это понимаешь. Да, короче, есть, получается, принципы выживания такие вообще и развития человека, да? Первый этап – это, как думаешь, выживание только о себе. Твое выживание заключается только в себе. Это вот самый низший уровень. Только о себе думаешь. Второй... Эгоист. Да. Второй – это когда ты уже думаешь о своей семье. Когда думаешь о продолжении рода, о вот этих вещах, да? Третий – это когда ты думаешь уже о народе, о народе, о группе людей. То есть, вот, коллективизм, да? Это вот следующий уровень развития, в принципе. Четвёртый – это когда думаешь о всём человечестве. Да. И пятый – это когда ты всё, в принципе, своё выживание ради, ну, типа, создателя, ради Всевышнего. То есть, самый максимальный вообще, который считается. И, в принципе, если мы говорим, да, там, условно, берёмся с казахом, то, в принципе, развитие такое было в те ещё времена. Когда мы думали, мы были на третьем уровне, когда мы думали о коллективе, о, в общем, как было, типа, на войну, когда уходили, младший не идёт на войну. Типа, и эти смело умирают, смело умирают, потому что знают, что род будет продолжаться. Один остался. Это вот, да, третий. Потом мы, там, условно, ислам пришёл к нам, да, мы перешли на четвёртый уровень, да, когда мы все наши деньги, там, во имя Бога были. Ой, на пятый. На пятый, да. Когда во имя Бога всё было, короче. Но сейчас мы вернулись на первый. На первый. Когда всё ради себя. О чём мы обсуждали изначально. Американцы, посмотри, там, они… Это плохо? А? Это плохо? Плохо ли? Конечно. Ну, в смысле, это вообще уровень развития человека. То есть, всё, конечно, по спирали всегда. Ну, да. И сейчас вот, сейчас вот такая вот, даже по кино посмотри, вот фильмы, да, у нас как раньше, вот фильмы были, там, типа, встречаются, да, это вот, типа, с первого на второй уровень, да, когда. Сейчас уже какие фильмы все пошли? Все вот абсолютно. Тойские фильмы. Тойские. Сначала были про отношения, про парня с девушкой. Казахский фольклёрт. Да, сейчас уже следующий, это пошёл про семью, понял? Следующий пойдёт, когда там наши начнут спасать народ. Или мир. А четвёртый пойдёт мир. Понимаешь? Ну, то есть, это вот казах спас весь мир, прикинь. Да и такое будет, однозначно. Да, это, кстати, это вот первый, кто начал фильмы в качестве пропаганды использовать, тоже Йозеф Гёббельс, он там, «Восход наций», вроде фильм снимал, где один немец там убил тысячи солдат других, один, типа, чтобы защитить нацистскую Германию, типа, и там фильм, люди выходили после такого фильма. Ну, представь, в то время, это вообще же, и они выходили, типа, «Германия», типа, вот так. Знаешь, и вот, я как тебе скажу, даже вот, ну, немножко по себе я сижу, я тоже раньше, там, когда один говорил, там, о себе только думал, когда семья появилась, и тогда, сейчас уже, когда, в принципе, в семье всё нормально, там, и достаток есть, я уже начинаю задумываться, а, типа, собрать бы команду, понимаешь? Я хочу команду, чтобы какой-то, ну, то есть, мы, мастер-майн, да, есть такое понятие, когда, мастер-майн, это, обратно, вот, жума-намас, да, вот, условно, да, вот, такой пример, да, вот, который, наверное, все знают. Либо воскресные, хоть бы, там, да, да, условно, да, вот, ну, просто культура, да, это когда группа людей объединяется и посылает один энергетический какой-то там заряд, да, ну, куда-то, я не знаю, условно, Богу, либо каждый, во что верит, во Вселенную, да, или как бы вот эти вещи, да. И вот это уже, вот, я сейчас собираюсь собрать группу людей, да, надеюсь, я перейду к тому этапу, когда я буду болеть, там, за всё человечество, но это обратно, от уровня развития зависит, понимаешь? Ну, конечно же, эгоизм ради себя всё это самый низший уровень считается, это животные институты. Ну, а толку, что ты, вот, ты вот, для себя, для себя, для себя, делаешь, умрёшь, и всё? И что после тебя останется, если только для себя всё делал? Ну, вот, и почему, самые известные люди кто? Кто же для, ну, самые величие? Ганди, Маркин, Дутер Кинг. Да, и вообще любой писатель, даже любой писатель, он же, как бы, для народа писал, для людей, там, ну, то есть, это вот уровень... А когда ты только о себе думаешь, ты, ну, нифига и в жизни не достигнешь, если приземляться просто в обычную нашу жизнь. Мне есть хорошо быть эгоистом и думать только о себе, да? Конечно, там, обратно я просто к религии, знаешь, потому что я сам по себе религию, там, изучаю, я всегда сравниваю вот эти вещи. Но ты же не религиозный. Ну, что, значит, пятикратный намаз я не читаю, но верю ли я в Бога, верю. Смотри, например, да, возьмем теперь вот, ну, такую, да, вот, как бы, западных ребят, да, и так далее. Вот смотри, да, вот ты, как бы, вот, всем, ну, эти же вещи навязываются, понятно, да, что там, купить тачку, купить машину, иметь там дофигателок, там, тот и путешествовать. Многие вещи, они очень сильно навязаны, чтобы люди покупали, будучи, как маркетолог, да, говорю, эпоха, век консумеризма, когда неким Богом люди чему поклоняются, это стали материальные вещи. Новый айфон, там, там, что-то взять и так далее. И инструмент для достижения этих вещей, это стал кредит, короче, понимаешь? Ну, там, в США и так далее, ну, потому что все в США же идет, из-за этого часто я в пример ее ставлю. И вот, человек вот это все обретает, обретает, но он счастья-то не получает. Посмотрите, что многие сейчас, проблема какая идет, да, вообще, в развитых экономиках, в Японии, например, суперразвитая страна, они же там лидируют по суицидам, у них же парк вот суицидов есть. У них есть слово есть, которое, когда ты умираешь на работе, как оно называется, я забыл. Прикинь, у них есть такое слово, смерти на работе, специальный термин есть. Я знаю, что у них есть. Тон, 2,5, скука, понял? Вот ты работаешь, ты делаешь, ну, ты для чего все это делаешь? Для себя? А там же это же идет. Посмотрите, сериалы какие-то, самые топовые американские сериалы, вспомните, или самые топовые фильмы. Один герой берет, стреляет и так далее, и говорят, все действуют для чего? Либо, ну, люди для чего обычно делают? Ради власти, вот именно самые такие, на первой тональности, ради эго, когда говорится. А эго у разных людей, под разные психотипы, питаешь как? Первое, жажда власти, кто-то кому-то власть нужна, кто-то желает жажды денег, да, и жажда общественного признания. Три вещи таких основных, ради которого люди делают, ну, и одно друг к другу, и они вместе, в принципе, идут эти, три дьявола, давай их, так скажем, да, три бича общества. Ну, ты признание сделал, тебя все называют красавчиком, но тебе этого мало будет, ты всегда будешь больше, больше, и так появляется культ личности, например. Да, скажем, там, кто-то ради денег, он вот так хопает себе много денег, а у него там сотрудники на предприятиях страдают все, там у них завастовки устраивают, и вот он свергает, да, вот этого чувака в корпорации, из-за этого там профсоюзы получаются. Когда ты действуешь, ну, ради власти, там тоже, понятно, да, такая же вещь, там, убиваешь всех конкурентов и так далее, они, в принципе, все друг друга взаимодополняют. Но уже сейчас любую, открой книгу по менеджменту, по бизнесу, любую книгу, например, Good to Great, самые такие масс-маркетовые, или Стратегия Голубого Океана, или Открывая Организации Будущего, это такие сейчас, которые масс-стрит, любой бизнесмен, маркетолог, предприниматель должен прочитать, да. Там что говорится, менеджеры первого уровня, когда все плохо, да, первого уровня, самые беспонтовые, менеджеры первого уровня, когда все плохо, смотрят в окно, говорят, он виноват, сотрудник плохой, государство, налоговую систему беспонтово, когда все хорошо, смотрят в зеркало. Я придумал такую идею, благодаря тому, что я собрал такую команду, мы вынесли, да. А потом объясняются все уровни, и объясняется пятый уровень менеджера. Когда все плохо, он смотрит в зеркало. Блин, я принял неправильное решение. Я знал, что этот сотрудник не подходит на эту должность, но я его поставил, потому что он мой племянник, да, скажем. А когда все хорошо, они смотрят в окно, говорят, а это вот тот сотрудник сделал. А это вот просто вот этот, это моя команда все сделал, это не я, я просто как бы объединил вот вся моя участь. Я читал эту книгу. Или, например, открываемые будущие, самые топовые, прочитайте, ребята, это очень интересно, бирюзовые организации. Когда нету главных, он говорит, например, для того, чтобы наш организм жил, у нас же нету главного. У нас же мозг не главный, это джитншабайнухарсузы, да, там, хайратминджирик, там, бяринджиналт, короче, думали, кто главный, да. И тут то же самое же у нас. Типа, нету же главы какого-то. Все, вот есть общая идея, цель, есть какие-то продикт-менеджеры, и это все вот так идет к единой цели, как организм живой. У дерева же нету, что столб главный, листики главные. Все друг друга взаимодополняет. И в компании то же самое, что человек, который на станке стоит, и генеральный директор, или совет директоров, они все друг друга взаимодополняют. И все люди понимают, что они все равны и так далее. И сейчас уже несколько тысяч компаний в мире таких существует. И мне кажется, что посредством времени это случится и у нас в стране, и в Казахстане. Видишь? Это по-любому. Нет, все вот это, о чем мы говорим, мы говорим, типа, нужно, 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 нужно. На самом деле это все и так и будет. На самом деле все и так и будет. Просто, если вы хотите понять это раньше, и впереди поезда, а не взади ехать, если говорить о нашем стране, о наших людях, то нужно это изучать. А если не изучать, то можно в конце поезда тоже. По-любому. Да по-любому мир такой и станет. К этому все идет. Все циклично, понимаешь? От эгоизма. И потом, наверное, там через сотни, двести, триста лет обратно к этому и придет. Да, кстати, на Тедеде было, вот ты сейчас же сказал, на Тедеде было история развития. Тедед это вот, Тедед. Я знаю, кто выступал. Тедед, только Тедед там не выступал. Тедед именно. Это в Ютубе есть в 4-5 минутном формате, в мультипликационном варианте, какой-то стори-теллинг, чему-либо. Там рассказывают, как персонажи развивались. Например, раньше чисто были боги, типа, вот бог такое сделал. Истории мифические, помните, которые там ума и она были, да, там и так далее, и так далее. Потом это все развивалось, пришло к тому, что полубоги появились, как Геркулес и так далее. Потом спускалось то, что это цари какие-то были, потом какие-то герои, потом это, это. И сейчас снизилось за то, что обычный смертный, а сейчас типа время уже антигероев идет. Типа антигерои, вот по сценарному, кто может лучше рассказать, кто такой это. Антигерой, ну, плохой персонаж, который против главного героя. Да, но он не обязательно, что плохой. Это вот, например, Джокер, антигерой. Он не антагонист, он не прям супер, не антагонист. Антигерой, это точно. Да, да, у него есть своя правда. Как Дэдпул. Да, если он типа как будто плохой, но если с его стороны посмотреть, то он, в принципе, все тоже правильно делает. Гай Ричи любит главных персонажей, то есть там у него есть только антигеройство и геройство, короче, вот так он любит подавать. Типа вот, видишь, даже в нашем культурном, это, Тедед, антигерой, напишите, Тедед, антигерой в Ютубе, четырехминутные ролики. И вообще на Тедед подпишитесь, если вы плохо по-английски понимаете, там можно субтитры включить. Но если вам лень читать субтитры, есть еще инкоркадит. Мне кажется, если вот люди будут это просто смотреть, наши кассы, они инкоркадит, они объясняют, почему национализм это плохо, либо хорошо. Что такое там, феминизм, сексизм, там, очень многие вещи. Все, мы ссылку прикрепим, да, все, баунч, кушайте и фреймбург. Стать вообще, чтобы Гитлера понять, по идее, вот так никогда не поймем, пока Майн Камф не пронес. Сериал я пронес, вот так. Нет, история Гитлера на пальцах. Я смотрел в сериал про Гитлера. Кстати, дианетика это хорошо объясняет историю Гитлера. Там в десятые годы, в тысячи десятые годы у Германии был голод. Голод, да. Жесткий голод. Когда голод у человека, он спускается до самых этих... Животных инстинктов обладать. Хотя бы жрачкой обладать. Потом в 20-е годы, что происходит? Происходит еще один голод. Он уже триггер. И вся нация голодает. Понял? И тогда уже что-то им не вливай, они на все согласны, чтобы обладать. Понял? Это же тяжело всю нацию сделать фашистами. Это вообще нереально же. А что это может сыграть? Это может сказать, вот этот животный инстинкт. Голодает, 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 голодает. И ты такой, тебе говорят, мы завоеваем весь мир. Все же враги. Мы все сделаем. Давай, давай, дай, дай, короче. И вот типа вот на этом фоне, вот о голодании. Это первый этап, как в принципе уничтожить нацию. Второй есть этап. Второй это вот сейчас, который происходит, это наркотики. Первый этап, это что нужно сделать? Чтобы человек только о еде думал, чтобы не думал о каких-то других созидательных вещах, да? А это выживание. А второй этап, что когда уже еда все есть, как сделать, чтобы он не думал о созидании? Это нужно просто культуру наркотиков ввести. Культуру, что прямо в США делается. То есть культура наркотиков, это получается, оно разрушает что? Саму нацию? Созидание. Созидание. Ну в принципе развитие, эволюцию вообще человека. А что ты скажешь насчет того, что типа наоборот на наркотиках создаются великие произведения? Например, в Афии великие произведения создаются на боли. А наркотики может причинить боль. А-а-а, нихрена себе. А мастер Маргарита, да, такие примеры, как наук? Нет, просто есть же очень много чуваков, которые занимаются самообманом, говорят, что вот именно по накуре я создаю охрененно. А на самом деле это вот как раз вот та боль, да, которая сидит. Да, конечно, это же зависимость, это уже, ну типа, тебе плохо же от этого. Ты когда, знаешь, ты себя там, типа, как это называется, паранойя, все вот эти вещи, ну наркотики тоже, и когда ты уже зависим, ты уже тяжелый. Тебе уже удовольствие никакое не приносит. Это такая боль, знаешь, и ты на этой боли делаешь от того, что вот... А когда ты счастлив, этот, ну о чем писать, о чем, ну... Популярные же вещи какие? Это популярные вещи становятся, когда то, что народ хочет слышать. А народ, в принципе, ну в общей массе он такой на низких тонах, и немножко боль у него. И когда ты... А у тебя тоже боль? У тебя все богатство, деньги, и ну чтобы эту боль, этот, ну наркотики, она приносит боль. А-а-а. Да, и ты вот эту, в принципе, эту боль и даешь. Поэтому многие звезды и так далее. Они не намерены это делают, но, в принципе, вот... Ну там же он от передоза скончался, например, да. Вот этот, Линкин Парк там... Ну он не от передоза, суицид у него был. Там, нет, там такая, там вот это... А, да? Вот, там, кстати, мы говорили о травмах детства. Там травма детства сыграла. Потом, чтобы эта травма детства наш тон понижает. Ага. Чтобы... А, вот, кстати, это наркотики иллюзия повышения тона. Как еще раз? Иллюзия повышения тона. То есть, у тебя есть тон, ты типа вдохновение приходит, ты типа искусственный тон повышаешь, понял? Там на шестой переходишь, он тебя обратно вниз сапускает. То есть, хронический тон ты свой никак не повышишь наркотиками. А-а-а, даже так, да? Да, то есть, у тебя второй тон, у тебя скука, такое, да? Ты сидишь, ты употребляешь наркотики, ты типа вдохновение, да? Как ты думаешь, наши казахстанские исполнительные певцы, молодые и так далее, они злоупотреблены? Ну, ладно, это их вопрос. Так, музыки, да, мы так причем. Это может разрушить их карьеру и вообще вот эту вот культуру? Нет, карьеру может и не разрушить, карьеру может и поднять, о чем мы сейчас говорили, да? Она может и поднять, ну, как человек разрушит. А-а-а, то есть, это может быть как спринт, да? Великие люди, все же они самые страдальцы, ну, в смысле, есть в культуре, которые самые известные, не великие, известные, да? Они все закончили очень плохо. Заканчивают у них вот все вот это самое. И знаешь, это такая игра, когда тебе дается слава, счастье, все, но внутри здесь большая боль. Ну, еще, видишь, помимо этого, например, возьмем какого-нибудь певца, да? У него цель была стать популярным, например, чтобы все женщины хотели. Вот его все женщины хотят, он популярный, он думает мне, кажется, в этот момент. И что, типа? Даже вот просто я не хочу, например, с криптонита давайте разберем, да? У него же в треке есть вот этот момент, да? Все по-любому пришло к этому, да? Да. У него же есть вот это в моменте, где он говорит то, что хотел ли я всего этого? Нет, типа, я даже не понимаю на самом деле, типа, нужно мне ли это, или как бы... То есть, он вроде бы хотел к этому, он говорил, что я хотел тусить там, на импале кататься, там, да, как вот эти... Лапа Нью-Йорк. Да, да, и тут, типа, я вроде бы пришел, а теперь, типа, нужно ли мне все это? Я думаю, нет, говорит. И он говорит, ну, хотя я тебе одно скажу, типа, не стоит брать чужое и так далее. Ну, я зато понял это, что, типа, принципы ценности должен сохранять на пути к этому всему. То есть, ну, он, наверное, как будто я не хочу за него думать, да? Ну, это моя точка зрения чисто, что, может, он где-то разочарован даже в каких-то моментах, что неправильно, ну, как бы цели такие ставил. Потому что, вот обратно мы возвращаемся к тем, вот этим принципам наживания, когда мы говорим то, что вот первый, эгоистичный, он не принесет тебе в итоге ничего, понял? А когда ты созидательный, полезный для общества группы развиваешь, это может. Почему часто, ну, почему там книги известные, потому что они в итоге понимают, что они могут единство собой оставить, это дать что-то полезное обществу. И вот это может, как бы, это дает какой-то такой, и там, счастье, и вот эти какие-то такие вещи, которые ты становишься спокойным. Я такой, знаешь, ну, как бы, парень севера, там, за границей учился, этот, и, знаешь, казацкий язык до меня так толком не доходил, короче, я, в принципе, как-то его и не понимал, и как-то не было никакого. А вот, наверное, с возрастом, да, когда проходит самоидентификация, ты понимаешь, что это твой родной язык, анатоле, да, и что это вообще язык, он, в принципе, ментальности, он такой, самая важная вот эта вообще вещь, да, если нет языка, не будет, в принципе, народа и всех. И встретил Дархан Джуза, всеми, наверное, сейчас уже всеми известного, да, он тогда работал официантом в кафе «Изюм», и у него было две демки, которых в интернете не было. Мне их кто-то скинул, дослушал, да, все понял, да. Потом я к вам в сериал запихал эти демки, да, я его даже еще, кстати, не видел тогда. И потом, когда вы его нашли каким-то образом, он пришел сюда, типа, должен был спеть здесь на презентации вашего фильма. Восемь этапов любви. Восемь этапов любви, да. И я с ним познакомился тогда, типа, эй, это же я твои, типа, треки сюда дал, короче, повел к себе в офис, и начал с ним общаться. Он спел там около 20 своих песен на гитаре, и я просто офигел. Я думал, что на тот момент это, ну, вот, именно из музыки самый топ вообще, все фигня. Черный хип-хоп, то-то, то-то, мне просто так это за душу задело. Тронуло. И, да, тронуло. И я прям почувствовал, что вот я хочу. То есть я просто музыку там вдоль и поперек всегда переслушал, много артиста, то-то, то-то. Ну, ты сам еще рэпер, по идее. То есть был рэпер, мне даже. В свое время, да, в школе. Что, зрители знали, есть же песня Жан Мсол, Сон Паскаль, Айза, и еще третий кто-то был, да? Да, мой друг, да. На-на-на-на-на-на, Жан Мсол. Да, и вот тогда в тот момент меня так это задело, просто уже музыка совсем себя надоела, короче. Я понял, что вот это меня цепляет, ну, уже силу возраста, знаешь, уже когда там 25, 26, 27 лет, уже, ну, как в юношестве музыка так мне задевает. Понимаешь, наушники одеваешься прямо там, сердце вот так. Да, да, да. Так уже, а вот тогда я обратно это почувствовал, я подумал, офигеть, есть же, типа, вот, ну, типа, офигенная казахская музыка, типа. И начал с Архан Джузом, мы начали как бы его продвигать, всеми там, инстаграм создали, то-то, песни начали писать так и так. И это начало стрелять. Я понимаю, что вот, ну, реально нужно это общество, люди хотят. И всегда вот в первую очередь свой контент всегда залетает, люди любят свой контент, на самом деле. Ну, типа, интереснее им посмотреть подкаст наш или там какой-то российский, скорее всего, нашим будет наш интерес посмотреть, наша тема, потому что мы внутри как бы крутимся, да. И начали продвигать Джуза, там, и потом в Иринку, с Иринкой фит сделали, то-то, то-то. И он прям начал, я понимаю, что вот нужен, короче, кто, кто еще есть, короче, ребята. Начал изучать, слушать и понимаю, что их дофига просто. Много, да? Очень много, все офигенные ребята, со всеми, ну, начал знакомиться и понимаю, что творческий, музыкальный потенциал Казахстана просто бешеный. Здесь единственный, наверное, такой, ну, нелегкий вопрос, это языковой, то есть, если делаешь на казахском, то тяжело стрельнуть в мире, да. Ну, кому-то кажется вообще нереально, я думаю, что тяжело и реально. Мы слушаем испанские песни, ну, слушаем, понимаем, что мы слушаем, ну, всякие разные, да, неважно, там, да. Опа, Gangnam Style. Да, слушаем, и с нашим музыкальным потенциалом я уверен, что в ближайшие, максимально лет пять, в ближайшие три года, я считаю, что будет такой артист, который, я уже с некоторыми общался, некоторые говорят, а мы специально делаем такие словя, используем, которые как будто на английском слышатся, знаешь. Ну, прям, в принципе, эти так делают же. Афтур Рейн? Нет, 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 91 же так делают. А, да, да. Вайн, да, у них, ну, то есть, такие приемчики. Да, 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 да. Да, 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 вот это. И это будет, это все, ну, в принципе, вот, они уже это делают, понимаете, что-то я говорю, сколько будет, 91, в принципе, это уже делает. Так вот, я говорю, что музыкальный потенциал просто бешеный. Возможно, обратно, там, исторически, да, у нас музыкантов много, да, там, в принципе, вот это. Но, и вот, для этого я свое время, ну, там, такое свое время, два месяца назад создал телеграм-канал, Озен, ну, Озен называется, да, но, если искать его, просто пишешь Озен Икс, пишешь в телеграм-канал, и он найдется, да. И там сначала выкладывал музыку, чисто для своих друзей, вот так, говорите, вот, подпишитесь на мой канал, подпишитесь на мой канал, там было где-то 90-100 человек. И, по-моему, когда друзья уже начали, как раз, там, другие, начали, типа, форсить, я понял, что залетает, там, за два месяца мы собрали 3,5 тысяч подписчиков. Да, Озен для меня, это, типа, все, что новое в Казахстане выходит и годное, ну, то есть, я оттуда все беру и слушаю. Ну, классно. И, вот, к чему, к музыкальному потенциалу, да, в общем, очень бешеный, столько артистов очень крутых, которые, на самом деле, тяжело, наверное, в том плане, в том плане маркетинга, кстати, нужно поддерживать всех, чтобы каждый вайнер свои вайны какого-то определенного пихал. Ну, в принципе, вайнеры и продвинули даже, очень много кого, MD, например, мы с ним очень много халап делали, чтобы это, например, The Limbo, например, да, тоже все ставили, Жека лично говорит, даром мы, Ирина Кайратова, например, продвинула даром, потому что я ему сам помогал продвигать, да, то есть, конкретно, кому из наших артистов помогали. Хаким Мугарам, кстати, вот Джуза продвигает свои вайны. Да, сейчас он, да, Джуза тоже. Ну, все потихоньку взялись в даром и потихоньку туда поднимаются. Ну, тут же, все общаемся, мы же, Абдра, например, тоже самое, все сразу начали выкладывать там. Это круто, это очень круто. Да, но это пока немножко на рынке нашем, конечно, но сейчас нужно, как бы, дальше двигать, потому что кто на русском делает, ну, мы же знаем, да, там, топовые артисты России по iTunes, это наши ребята. Да, сейчас Калец стрельнул, да, с этим треком. Как вот это? Взять, 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 Украина топ-1 там стоит, в России, вот сейчас, в России, братан, все тащатся, это чисто, по идее, такой, российский вайп у него такой, взять, 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 ну, это все такое. И вот к чему я хочу повестить, что нужно этих ребят, на самом деле, поддерживать. Да, и вот сейчас мы всеми своим силам, мы сейчас YouTube проект запускаем, надеюсь, в этом месяце он будет называться также Озен. Если кто-то смотрел, этот референс, это Colors, он, например, немецкий проект, сейчас он уже в Америке продвигается, ну, как бы, в России есть The Mono такой, идея давно возникла, на самом деле, просто вот руки дошли только до этого, мы отсняли... Кто, кто будет приходить, что будет примерно? Да уже пришло, 14 выпусков сняли мы уже. А, классно. То есть уже все готово, скоро выйдет? Да, просто мы там шаманим, короче, еще правильного как-то времени ждем, ну, как-то все выйдет скоро, да, там, там, кто у нас первый? Лимба, Абдер, Даром, Жека. Жека Фатбелли, кстати, на удивление, раньше я немножко его музыку не понимал, когда первый, ну, когда он мне показал треки, которые он собирается выпускать, очень круто. Там в СНГ, мне кажется, спокойно стрелять, будет не более своего, там, подписчиками. Сейчас Кука ему, клип, кстати, снимает такой инсайти, где будет снимать? Классно. И там Mount Flower, молодые ребята. Жека Деля Кур, два знаменитых трека они у нас исполняют, да, кстати, хотя все, вот только они исполняют треки, которые вышли, а все остальные исполняют новые песни, которые еще не выходили. Абдер, МД, все ребята, короче, по идее, это селфмейд ребята, да? Вот, селфмейд, да, и сейчас вообще, и вообще, как бы, я вообще считаю, что эра, в принципе, сама селфмейдов, продюсерские проекты все уже не выживут. А продюсеры зачем нужно, если продюсер раньше должен был на радио толкать и так далее, сейчас это децентрализовано, есть интернет, все. Да, это, если ты умеешь правильно учиться, да, если ты умеешь правильно учиться, ты можешь тот же сам менеджмент, маркетинг и так далее все это обучить. Я вот, да, как раз stories про это публиковал, сейчас просто один тоже с канала The Curious, есть очень крутой канал, он объясняет многие моменты, и там вот как раз говорится, что наше общество, современное общество, она как армия, знаешь, стала, что тебе нужно, как бы взять какие-то фундаментальные вещи, взять там, уровень образования, какую-то математику, какой-то уровень, навыки, социальные навыки какие-то определенные взять, и после этого, как бы, ты уже сможешь вот такой фундамент взять, типа общительность, то-то-то, гибкость в принятии решений, креативность, критическое мышление, если в тебе это есть, ты уже любую специальность быстро сможешь охватить и взять. Айза сейчас, например, он легко станет маркетологом, я уверен, ты легко станешь маркетологом, я уверен, что я легко смогу стать режиссером или сценаристом, да, может я не буду топовым, но на среднем уровне как минимум я стану. Вот теперь что нужно делать, чтобы правильно учиться, то есть понятно, что получится, вот, а если конкретизировать, вот, человек хочет стать режиссером, что он должен сделать? Ну, давай, введение Айза. Ну, вообще, нет, это начинается, конечно, со школы, да, я вот, ну, в этом плане мне, наверное, повезло, я помню, когда учительница у нас была во втором классе, у нас у каждого ученика был толковый словарь Ожегова и Шведова, все знают этого такой, у каждого был, была полка, где каждый свой хранил, почему? Потому что вот ты какое-то слово не знаешь, ты спрашиваешь учительница, она тебе его объясняет, все, да, на этом и заканчивается. А как наша учительница делала? Она говорила, у тебя есть вопрос, у тебя есть книга, в смысле, толковый словарь Ожегова, открой его и посмотри, то есть сам никни. И тот же самый вопрос, сейчас мне, там, много молодых режиссеров, операторов, ну, видеограф, неважно, как называть, да, пишут, а как это сделать? Ну, блин, ты веди вот тот же самый вопрос, который мне задал, веди в Ютьюбе, тебе вот тысячи раз лучше объяснят разные всего мира, там, видеографы классные, да? Понимаете, ты ко мне бы обратился за какой-то фишкой, которую только я создал, и никто в мире ее не знает, как делать, разговора нет, я поделюсь, раскрою карты, ну, блин, тут эти, типа, google it before asking stupid questions. Да, особенно, вот, Расул, какие там топ-5 книги по маркетингу, да? Охота сказать, вот, да, я, как бы, ну, ну, да, вот, маркетолог, да, как бы, но есть вот топовый маркетолог, вот, и он какие-то топ-5 книги рекомендует, вы его посмотрите лучше, чем меня смотреть. Я никогда не спрашивал, а какие-то 5 книг мне вы можете. Зачем, если есть самый лучший интернет, он открыл доступ к уникальным знаниям? Вот да, есть доступ ко всему. Если раньше, зачем существовал университет? Зачем существовали какие-то институты знаний? Почему? Потому что только там ты мог взять эту книгу. Только там ты мог это взять. Почему как Багдад, например, город такой, или Александрия, или еще другие города, были очень крутые, развиты? Потому что только там книги можно было, только там библиотеки можно было найти. Сейчас информация, она везде вот так просто доступна, и говорит в ютюбе, да? Сейчас просто в ютюбе же хоть что можно найти. Вот, например, я почему бросил университет, да? Я просто задался вопросом, зачем слушать учителей, которые закончили второстепенные вузы и не имеют практического опыта? Зачем их слушать, когда я могу послушать чуваков на курсере, заплатить им 50 баксов, и в любое время, только вопрос самодисциплины здесь стоит, могу слушать их за 50 баксов, и они работали в Google, в Facebook, и закончили Гарвард и Стэнфорд, когда я их могу послушать, да, например? Зачем я буду слушать историка какого-то, если я могу посмотреть в анимационном формате 15-минутный ролик о геополитике Китая? Вот зачем это все же доступно? Просто вопрос, вопрос, и еще как я делаю, например, мой метод образования? Вот, например, как я стал маркетологом, да? То есть, есть такое выражение, fake it until you make it, да? Взял, короче, написал себе в био, я маркетолог, так, все, я маркетолог, в колледже, так, я маркетолог, так, надо что-то соответствовать этому знанию. Хоп, курсы, все мероприятия бесплатные, посещал которые в городе, в городе тысяча мероприятий, там находишь единомышленников, находишь самых крутых, активных, у тебя потом потихоньку формулируется вкус к знаниям. Ты уже начинаешь определять, знаешь, как это, что, как и есть. Потом нашел себе такого, говорю, кто самый лучший пиарщик в нашей стране? Мне сказали, Алишер Еликбаев. Пошел к Алишер Еликбаеву, сказал, Алишер готов, вот, сделал презентацию у себя, презентацию научился там в колледже делать, да, графическому дизайну научился в КТ или делать, да, правильно, ну, конечно, в правильных институтах какие-то фундаментальные знания, как раз надо в этих местах брать, это не стоит ответить. А у тебя страха не было перед тем, как пойти Еликбаеву? Ну, видишь, это уже вопрос воспитания, меня мама всегда воспитывала, что я особенный и так далее, да, то есть я всегда думал, как мне особенным могут отказать, типа, такого, у меня всегда все получается, да, типа, и перед тем, как к нему идти, мне повезло, здесь везение, это не я такое, просто везение, что мой близкий друг, это его племянник был, он мне сказал, что он больше всего любит вареники, он не любит, когда говорят так, когда так и сяк, посмотрел все интервью с ним на Ютьюбе и знал, как к нему пообщаться, ему вообще алишерологию вести. Я подошел к нему, дал презентацию полностью, как надо сделать, типа, и на все его семинары ходил, знаете, я могу сказать топ-10 вопросов, которые алишеру задают на семинарах, да, типа, про его рост и так далее. Его максимально хорошо знал, это как, как девушка, ты идешь к девушке, ты же пробиваешь у нее, типа, типа, кто она, что она, какой у нее ру, не знаю, какие она цветы любит, так же и со своим бизнес-партнером. Пришел, сказал, я готов на вас год, ну, вообще бесплатно работать, умереть, и, типа, что надо, то и сделаю. Он говорит, хорошо, дал мне проект, я сделал этот проект, ему дали положительный отзыв о мене, он дал еще один, дал еще один проект, потом говорит, ладно, Расул, теперь можешь деньги зарабатывать, на проект, заработай с него столько-то, с них возьми столько-то денег. Начал зарабатывать, вот так, вот так, вот так, потом среди моих друзей пошла малаш, типа, и Расик Движниковый, там, к нему можно обращаться, все, которые пацаны с идеями начали приходить ко мне, так и Артур пришел, говорит, Расик, давай нашим менеджером будешь, вот и самореализация так и пошла. И каждый раз я смотрел, так, если, ну, знаете, вот это выражение, если ты самый умный в комнате, значит, находишься не в той комнате. Постоянно находиться в режиме ученика. Ну, вот я к Айзе прихожу и так, у меня есть Абай, да, сейчас ментор я говорил, да, в каких-то моментах, он мне шок, жестко обучил, там, Мирусу Курмашеву в плане IT-моментов, там, например, кто-то качается круто, подошел к нему, там, начинаешь в духовном плане, подходишь к нему и в режиме верить. И при этом я всегда не просто сосу с него, я говорю, все, что у меня есть, я готов вам отдать. Вопрос, как ты ставишь вопросы? Да. Чтобы ты пришел такой, а как накачаться так, чтобы были мысли? Ну, да, это же, ты можешь, опять же, с Ютуба, но ты умеешь правильно задавать вопросы, правильно? Да, это вот, получить великий ответ можно только, получив, задав великий вопрос, да? Ключевой момент, как задать очень правильный вопрос? Откуда возникает? Когда ты ставишь цель? У меня была цель стать, чтобы было Абдулайф Расул равно маркетинг, примерно, да? У меня была такая цель, честно, я когда думал, я думал, это невозможно, что-то я ставил. Ну, Расик, ну поставь, в книгах же написано про успех, про квадрат денежного потока, богатый папа, бедный папа, там, ну, это самое дно такой, да, бизнес-литературы, первый этап, это, фунда, этот, как этот, фаундейшн, короче, да? Поставил цель, сказал, вот хочу маркетингу, и ты когда, и ты вот, а как? И вот вопрос следующий, как стать номер один в этой сфере? Учиться у номер один, правильно? Если ты хочешь, это закон, где ты смотришь какой-то фильм, чтобы играть, это этот, револьвер, да, Фроди, чтобы играть, повышать уровень шахмата, ты должен играть с лучшим игроком, который лучше тебя играет. У меня же не было цели подпитывать свое эго, типа, я красавчик, а наоборот, чтобы стать лучше. Я находил лучшим, приходил, говорил, ты лучший, я хочу у тебя учиться. Это недавно, например, ко мне подошел один из продюсеров, который вот в группе Дервиши, Дельнас Ахмадива и так далее. Меня удивил, он взрослый, чувак, представьте, по идее, для своих ровесников он, как эти группы когда-то качали и так далее, да, и он ко мне приходит, говорит, я понимаю, что я старый, ты мой учитель, говори, что мне делать, говорит. Позар, а не похоже. И я к щеглам даже... Прикинь, если ты нашим министром, министры, не знаю, чиновники, все сказали так, да? Вот так выступал недавно и говорю, выиграет среди вас всех, я нашим политикам всем обратился, киноиндустрии сотрудникам, и сказал, выиграет среди вас всех не тот, кто будет нанимать молодых и говорить им, что делать, а тот, кто будет нанимать молодых и слушать, что ему самому делать. В этом плане можно выделить конкретно из нынешних в медиаиндустрии управляющих кого, я знаю, Ирлан Карин, все. Всех молодых к себе тянет. Дал интервью, вот видишь, вот такие менеджеры, на них и многие вещи строятся. Например, там Абай, например, Абаев, говорю, министр тоже молодых зовет, тянет, слушает. Абай, да, он комментирует. Я сейчас, кстати, в принципе, в правительстве началась эта тема, тянуть молодых, в принципе. Проучиться просто, вот туда перешли, видишь, это принципы обучения, ты никогда не должен говорить, что ты знаешь. И еще, когда ты учишься, у тебя слово, я так привык, должно просто уничтожено быть, у тебя его не должно существовать. Почему? Потому что, вот ты работаешь на фотошопе, а тут оказывается иллюстратор, ой, я привык на фотошопе. И кто-то дальше идет, векторную графику делает на фотошопе. Это же вообще зашквар. Или, например, кто-то на винде работает, а тут уже надо, по идее, на маке работать. Или кто-то на маке работает, надо на винду работать. Ой, я так привык, я так не хочу. Я привык фоткать, так, мне не надо. Или, например, взрослые люди многие, чтобы, я это говорю, чтобы найти, вычеркнули у себя вот эти вещи. Например, говорят, что ты мне учишь, почему вы меня учите, молодой человек, я работаю в этой сфере 15 лет, и так далее. Это вот мой друг, Джигер, он мне с Калифорнии приехал, он сказал, я такую фразу там выучил. Мэн, ты работал в этой сфере не 10 лет, ты работал в ней один год умноженный на 10. А что ты можешь сказать насчет лишнего знания? Когда ты обучаешься, ты можешь нахапаться очень много лишнего, которое на самом деле не нужно. Брат, видишь, это тоже вопрос этнемологии, например, есть данные, наука слов, как происхождение. Этнемология. Этемология. Да, да, да. Смотри, есть данные, например, желтый чехол, есть информация, желтый чехол, который закрывает телефон, произведен он в Китае со стоимостью полторы тысячи тенге. Это информация более какая-то обширная. Есть знания. Знания это когда ты свой опыт к этому прилагаешь. То есть, тебе нельзя критиковать, если ты не имеешь знаний. Это вот, например, ты не можешь говорить о политике Казахстана. Ты не можешь критиковать, пока у тебя нет знаний. Да, критиковать это не значит, что плохо. Рассуждать об этом более вот так, типа. Вот, например, как это говорить, рассуждать о рынке маркетинга, если ты никогда не работал маркетологом в Казахстане? Или ты ни одного маркетолога не знаешь, а я вот же, как бы, знание это когда ты эти данные, информацию через призму своего опыта испытал и это сделал, то есть знание это самая высшая ипостазия, да, то есть многие люди у нас и бизнес-тренеры все и так далее, да, сейчас тренд же типа бизнес-курсы запускают, они обладают информацией, но не обладают знаниями, да, и обратно же я тоже приверженец того, я сам честно столкнулся с такой проблемой, что типа вроде бы такой умный, дофига знаю, но мне в какой-то момент было это трудно все на практике я не знал, как применить, ну и перешагнув через своего эго, да, перешагнув через свое эго, через какие-то там определенные вещи, практики духовные, сказал, да, Расул, ты вот это изучал, это оказывается к черту не нужно, это ты делал просто так, чтобы чувствовать себя умней, да, 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 многие же ученые вот эти, посмотрите, взрослых наших шалов и так далее, так относятся, эээ, Балан, ты что мне хочешь сказать, я доктор академических наук, у меня два диплома, три диплома, восемнадцать, видишь, это вот момент того, что они обладают знанием, информацией, но не обладают знаниями, а эти информации и знания, они уже не актуальны, и помимо этого, почему они на это фактор делают, потому что культ бумажки, но не культ знаний, видишь? А у нас в Казахстане как раз культ бумажки, да? Вот, возвращаясь к чему, эээ, что нужно, не нужно, вот, понимаешь, я тебе про уровни книг говорил изначально, что есть вот такие, как создать гугл, есть тот, а тот, на самом деле нужно самый низкий уровень в этом развитии, если какому-то там, нужно научиться, учиться, вот, если ты научишься учиться, тогда все, вот обратно возвращаясь там к религиям, учиться, 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 то-то, то-то, познавать, нельзя, нельзя говорить вообще слово такое, я знаю, никогда не знаешь, по идее, нужно так говорить, для этого, типа, тема обсуждения, я знаю достаточно, но не знаешь, что ты знаешь, все. Обладая определенной информацией, по которой я сужу, да, типа, такую. И вот, знаешь, я такую тему хотел затронуть, да, вот сейчас, может, зрители смотрят, да, и говорят, о, типа, вот, Расик такой, да, и за такой, наверное, вот, он там за три года, наверное, у него какой-то талант, да, вот, к этому был, к видеограмму, я не знаю, никогда не было такого таланта, или там, Расикова, у него это талант маркетолога, на самом деле, моя понятие, вот, талант вот такого не существует, вот, чтобы это все поместить в голову, да, вот это все, она не в голове, она не в мозгу, где она там, вот, этот талант, где она, в душе, в мозгу, нет такого, на самом деле, все вот это, информация, все вот эти вещи, они находятся, вот, где-то в глазу, каким-то образом, пусть будет во Вселенной, на сфере, в Австралии, в Австралии, как угодно можно говорить, знание там, на самом деле, все, даже бывает, когда вот это, знаешь, когда двум разным людям одна идея приходит, идентичная вообще, недавно было мы клип один придумывали, короче, должны были снимать, там, 3 февраля, но не получилось, и 4 февраля выходит клип, один там, один в один, жесть, я думаю, фу, хорошо, что мы не сняли. Или мы, смотри, прикинь, в «Фреймбургер» акцию запустили, и в один день «Блэк Старбургер» такую же акцию запускает, и при этом мы эту акцию два месяца назад придумали, просто так долго реализовывали. Вот к чему я хочу в итоге сказать, к тому, что это все не в нас, это все там, мы просто биологический приемник и передатчик вот этого всего, и что нам нужно сделать? Нужно настроить этот приемник и передатчик правильно, и тогда все оттуда потечет сюда, с правильными целями. С правильными целями, однозначно. Не знаю, тон, это не самое главное все, это просто одна из теорий, да, вот этих вещей, повысить тон, чтобы вот это лучше поступало, не знаю, или там, разные вещи, нужно много чего сделать, ну, главное, чтобы очиститься как-то, вот настроить свой приемник и передатчик нужно, а вот это все потечет само. У меня не было никакого таланта, на самом деле, я никогда там каким-то не рисовал хорошо, ничего какого-то, просто в свое время захотел это сильно, появилось желание, это мое желание как бы переросло в том, что там сила притяжения мысли, там у меня приемник и передатчик просто на эту волну, что я захотел, он хорошо и настроился просто. А где вот этот талант во мне, ну где он, в мозгу, в сердце, в душе, да нет его нигде там, он там везде, и то есть любой может к этой теме подключиться, просто он должен себя нормально оставить. Это не Коля Тесла, да, про цитаты есть, я просто черпал идеи с какого-то места, где этот, вот, напишите вот, загуглите цитату Тесла, он сказал, что это не я такой умный типа и так далее, я просто научился оттуда воровать идеи типа, все это есть, все давно придумано, все это в этой галактике, вселенной, не знаю, как угодно называть. Просто надо научиться правильно учиться. Научиться правильно учиться, да. И каждый, мне кажется, каждые десятилетия есть способ правильно учиться, да, и метод обучения, мне кажется, каждый изменится. Например, обратно же, да, маркетолог, это образ мышления же обратно, режиссер, да, это потребляет, как режиссер должен потреблять много информации, либо через себя брать призму, да. Вот смотри, например, слушаю подкасты, смотрю фильмы, читаю постоянные статьи с этих журналов, источников, слежу за людьми, лидеров этой сферы, посетил, вот, Канский Лев, самое топовое мероприятие во всем мире, посвященное креативу маркетингу, в Кавалмате, в Казахстане, в Астане, в Бишкеке, в Москве какая-то тут сутка есть, я туда просто без вопросов лечу, почему, даже не то, чтобы знания там получить какие-то, а просто найти этих людей, посмотреть, что они делают, сказать, слушай, бро, вот смотри, ты выиграл Канский Лев, а как ты это сделал? И он мне начинает говорить, ну, я как-то поехал в Перу, или там начинается история, или говорит, ну, давай я тебе расскажу свой опыт, я там как-то провозил кокаин, меня посадили в эмиратах на 8 лет, я пока сидел там, я прочитал такую-то книгу, читал столько, там, миллион книг прочитал, когда вышел, у меня эта боль, я ее выплеснул. Конечно, он Канский Лев играет, да? Когда ты сидишь в комфорте, и слушаешь те же новости, и смотришь, читаешь те же книги, смотришь тоже кино, видишь те же улицы, Аль-Фараби за пределы своего города, как ты выдашь что-то новое, не получив что-то? Что-то такого. Кстати, на Канском Левом мы вместе были с ним, и интересный случай произошел, если мы говорим, что он у него такой. Слушай, ты был там? Мы вместе с ним были. Серьезно? Да, мы там. Я тебя что-то не видел? Он нас сфоткал же даже. А, серьезно что ли? Более, классно. Джига, да, был, и еще вот, ну, вот у него же такой тон восьмой, ну, по моим ощущениям, он такой играющий. И как вот, про поток, кстати, мы не поговорили, да? Вот такой вот в потоке находится. Я тоже часто нахожусь в потоке. Что такое в потоке? Я, для меня поток, это оранжевая книга вот этого чувака, и там у него очень сложное имя, там... Поток — это Озен. И чевах, 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 чевах. Поток — это Озен. Ну, в смысле, Озен я взял название. Это не просто река, это за флоу, типа вот поток, да? Вот это поток. Мы говорили о тоне, то это высокий тон. Ага. Да? Можно говорить, это высокий тон. Это вот состояние, когда у тебя вот по щелчку пальцев прет тебе, и по щелчку пальцев просто вот все случается. У тебя они такие были, ну, типа, ты думаешь, капец, как так вообще, что за совпадение? У каждого это в жизни по-своему где-то на каких-то уровнях были, да? По-любому у любого. Да. Ну, это когда мы так немножко... Когда все карты... Ложатся, как надо. Ложатся прям вот так вот, идеально, короче. Да, вот у меня такие случаи, когда вспоминаю, я вообще иногда вспоминаю, что какого-то неправда было, нереально такое, потому что у этого вообще постоянно такие случаи. Когда он мне рассказывает, я уже не удивляюсь, у него вообще, да, постоянно такие случаи. У нас вместе так было, прикинь, что мы на самолете летим там вместе, самолет, прикинь, начинает на 30 минут быстрее, раньше прилетит, потому что попутный ветер поймал. У вас такое было? Ты летишь на самолете, говорят, мы, оказывается, на 30 минут раньше прилетим, потому что мы попутный ветер поймали. Ты прикинь? Еще, я говорю, любой вопрос решим, и там чувак сидит, который как раз нашей сферы, его зовут Мухаммад Расул, например, да? И вот тезка, типа, да, как бы, и один вайп ловим там, и слишком много совпадений, целей одинаковых. Также мы с ним познакомились, и он такой говорит, я же на Каннске, типа, этот, Лев Личу, говорит, типа, ну, с другим, я говорю, о, классно, а я как раз собирался в Европу там по своим проектам, я говорю, о, а я как раз визу сделал себе, я как раз, что, визу сделал? Да вот, такой сразу заезж, такой осадился, ну, вот, через 5 дней лететь, а визы нет, я говорю, о, ты, тип, за 5 дней визу в Европу, ну, типа, вообще негатив. Я бы уверен, что у меня получится, понимаешь? Он даже, он говорит, надо подать там что-то, ну, с другим, я говорю, а у меня просто какой-то проект был там, ну, посольство помогало, и мне визу сделали за 2 часа, я такой, сейчас, подожди, звоню, блин, а можно там еще одну? Ну, хорошо, ладно, последний раз мы вам сделаем, такой, и мы документы про это за 3 часа делаем визу. И визу сделали, хотя, по идее, в Алма-Ате на 2 недели забито, в Астане забито на 3 недели, невозможно, понимаешь? Любой другой человек, когда он бы сказал, типа, все, я сдаю все, это ни хрена, у нас без тупой Казахстан, у нас здесь, типа, даже визу долго выдают, типа, ходил, просто мы с ним в FIFA играли, вышли с FIFA, и такой, хоп, говорю, я такой, вау, круто. И таких вот, и второй день знакомства еще был, ну, типа. Хорошо, я понял, что быть в потоке, это очень-очень круто. Как теперь найти этот поток, то есть он постоянный или нет? Вот это, брат, вот я про тонны рассказывал, то есть тональность, то есть повышаете... Вот выше тональность. Чем выше тональность, вот человека твоего, вот это вот, которое мы обсуждали, тем у тебя больше поток. Много практик, кто-то через ислам приходит, кто-то через трансферфинг реальности, я, например, больше к этому, с первой через трансферфинг реальности к этому подошел, да, типа, мысли материальные, отправив запрос Вселенной, есть маятники, да, типа, позитивные, негативные, там, много вещей, и типа, я такой подумал, хорошо, давай буду думать позитивно, и фундаментально у меня всегда фраза одна была, которую у меня в КТЛе получил, типа, хорошо видящий, хорошо думает, от того, что он хорошо думает, он берет от жизни лишь одно наслаждение. Ну, правда же, как ты с этими согласишься? Вот, типа, идет там, например, какой-то этот, алкаш, ты думаешь, типа, ой, алкаш, типа, а ты думаешь, блин, наверное, он там, у него сын родился, из этого он напился. И думаешь, ух ты, красавчик, и радуйся за него. Ну, хотя бы, какая разница, хоть это неправда, но ты же все равно, зато ты так, ну, видишь, везде позитив, да, типа, какая-то история, если он говорит, блин, этот, у тебя, там, ну, такая притча, да, там, у тебя, этот, жена говорит своему, у тебя друзья, говорит, твои предатели, говорит, когда у тебя много денег, они всегда с тобой, а когда у тебя мало денег, их нету, говорит, нет, они просто, когда у меня много денег, они со мной, потому что они знают, что я их могу угасить, накормить, а когда у меня нет денег, они не хотят меня в неудобное положение ставить. Ситуация так перевернула, да. Видишь, можно переворачивать эти ситуации и видеть так, лично у меня так это получается, слава богу, парень с девушкой идёт, там, за ручку, при всех, типа, ой, это не парочка какая-то, это брат с сестрой, понимаешь? Всё, всё, понял, то есть умение смотреть на всё с позитивного лада. А для чего? Для того, чтобы вот этот тон повышать. Если стакан пустой, значит, возьми на него, налей, чтобы он был полный, дополни его, то есть это же от тебя зависит, то есть не надо просто слишком в философию уходить. Вот, кстати, по последним исследованиям, Cisco, я не знаю, почему Cisco делает такие исследования, в 2019 году 90% маркетинга вообще все… Контент-маркетинг, да? 90% – это видео. Видео? Год видео. Все потребляют, смотрите правильные видео, создавайте там свои вот эти… что-то не нравится, блокируйте людей, свой информационный полис, настраивайтесь позитивно. И развивайте себя, учитесь. И на самом деле никто не нужен, вот в веке интернета никто не нужен, чтобы ты это учил. Нужен кто-то тебя мотивировал, поддерживал. Так что выбирайте такой круг людей, которые лучше вас эмоциональным, знанием… Финансово. Финансово, да, кстати. Не завидуйте им, а то многие еще завидуют. Да, то есть, просто попадая в этот круг, вы сами станете таким, незаметным, что все работает через подсознание. Развивайтесь просто и все. Это самый вообще главный посыл, которым любому человеку можно… и вообще любой разговор на этом начинать и заканчивать. Это в пять минут укладывается, на самом деле. Не то, что мы сейчас демагогию здесь создаем. Да. Просто вот это самое главное. И вот этот посыл, мне кажется, должен быть и в вашем как-то вот этом… в ДРТ подкасте. И вот почему я… Узен, да? Почему через… Узен это не значит только музыка, по идее, да? Музыка – это самое такое… Один из способов. Один из самых легких способов душу зацепить, который каждого цепляет, музыка и его душу, да. Вот. Сначала с того, а потом какой-то уже, знаешь, такой познавательный этот контент делать. Потому что, ну, самая… ну, по крайней мере, у меня, да, я там, я не знаю, по этим, который рассказывал с принципом выживания где-то на третьем, на четвертом, может быть. Сейчас самая для меня главная позиция – это приносить пользу обществу. Add value to society. Чем можешь? На данном этапе своего развития я могу там через контент, через вот эти какие-то вещи делать. Помогайте друг другу, как вайнеры, развивайтесь, учите себя, распространяйте знания бесплатно. Сколько меня не пытались тут говорить, что когда ты бесплатное знание даешь, оно не воспринимается. Все это фигня, мне кажется, чтобы еще больше бабок заработать. делитесь всем, будьте в коллективе, да, коллективизм. Чем больше даешь, чем больше получаешь. Будьте в коллективе, развивайтесь вместе, не нужно там, я как я знаю, Айзатулла, Хусейн, ну, сильно как бы, создавайте команды, называйте их там Лезен или как по-другому, да, типа развивайтесь как мастер-майнд, как общество, болейте за все человечество, не знаю. Понял, понял. Потом, да, и вот конклюзион, да, в таких, когда что-то идет плохо, в этом виноват просто только ты, не чиновники, не акимат, не твои родственники, не твои родители, не университет, не соседи, никто, только ты сам виноват, потому что ты все сам можешь изменить, да. Потому что у меня были вот реально моменты, да, когда вот у меня маму в наручниках забирали с дома, понимаешь, это вообще беззаконие тотальное было. Угу. Была возможность уехать в Швейцарию, да, то есть там, ну, были суперские такие моменты вообще, да, когда я там КТА сдал, 47 баллов набрал. Ну, то есть, такие, да, такие суицидальные, да, такие, но у меня не было таких мыслей. Угу. Ну, почему я понял, потому что, слава богу, у меня не было мыслей того, что это вот, они все виноваты, ну, вот я дурак, оказывается, надо было вот так сделать, да. А когда все хорошо, да, просто это не ты такой красавчик, ты просто повезло находиться в нужном месте, в нужной семье, родиться там и здесь, в принципе, это… Что у тебя такие друзья? Такие друзья, что ты родился в такой месте, что ты это, 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 это то. Чтобы это понять еще все лучше, просто прочитать еще дополнительно книгу «Гений аутсайдеры», насчет вопросов талантов и насчет вот этого эго, реализации, кто виноват, кто не виноват, на все вопросы отвечают. Вот эта книга «Гений аутсайдер»? Мальком Гадуэлл, да. Окей. Вот насчет этого, давай еще одну книгу посоветуй, и я от тебя тоже, это, тоже две книги. «Гений аутсайдер» ты сказал? Вот это, скажи, как у тебя книга была, которая «Помощь…» А, «Помощь с другой стороны»? Помощь, ты вот, да, помощь… Ну, да, можно и «Помощь», там есть такой этот, «Метод Сильва», есть такое понятие, да, это когда… Ну да, типа, просто так называется «Помощь с другой стороны», кто-то ее видит от Бога, кто-то видит от Вселенной, кто-то видит от силы протяжения мыслей, да, все вот эти, ну вот там хорошо, да, именно вот как это работает, «Метод Сильва». И я бы посоветовал не книгу, но, блин, видишь, такая проблема… Может видеофилинг? Нет, есть аудиокнига, это аудиолекции, это что у меня вообще, значит, это есть такой Кевин Трюдо, информации мало про него. Кевин Трюдо? Трюдо, да. Он сейчас сидит в тюрьме. Все. Ну, при этом, видишь, мне кажется, еще книги… У книг тоже есть уровень, да, то есть, книги, которые, вот, ну, хотелось бы порекомендовать, я знаю, просто их, ну, многие ребята не осилили, потому что они это не любили так, как я, то есть, это с пятнадцати лет мне мама любовь к книгам прививала, она учитель была и так далее, за это у меня получается их осуществить, как гантели. Ты не сможешь взять и сразу сто килограммовую гантелью качаться и сможешь. Да, да, да. Если есть таких начальных, вот только есть желание, мотивация читать, мне лично помогли вот книги такие, «Алхимик», вот прям классно, про мечту, что надо верить и что там цикличность такой, и я прочитал легко, «Маленький принц» и «Чайка по имени Джонатан Ливинстон». Эти три книги мне проложили фундамент в плане вот такого, знаешь, типа, что у тебя все получится, чувак, главное мечтать, там вот такие вещи. Класс. Кстати, я еще не на всех работаю, я все эти три книги читал, но мне в свое время они так не сработали. Вот, то есть, у каждого есть своя книга. У каждого свои триггеры, 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 да. На мне вот работают вот эти какие-то, знаешь, вот Кевин Трюдо, блин, кстати, я просто посоветовал, но его на русском нету. А почему, просто интересно, он сидит в тюрьме? Он раскрывал секреты… Кошек. Он раскрывал секреты, секрет сообществ, типа, этих, секретных сообществ, типа, «Иллюминати», «Лессоны», а есть такой «Бразерхуд», он был в таком сообществе «Бразерхуд», и он начал секреты их рассказывать напрямую, как это работает, короче. Понял? И… А посадили его за налоги, типа, за неуплату налогов. Ну, это как бы такая версия, да, типа, что конспирационная, да. Блин, кто знает английский, послушайте его. Его не найдете, кстати, там, только за большие деньги, но у меня есть в Телеграме группа секретная, где, если вы напишите мне в Инстаграм, я вам добавлю в эту группу… Подписывайтесь. Поставьте лайк и купите «Юфреймбургер». Но это не Узен. Это не Узен, это я специальный канал создал для друзей, которых добавляют, а кому интересно, слушают. Ну, блин, кстати, вот я скажу, что процентов 20 слушают, и процент… и, да, кстати, вот эти 20 процентов потом говорят, офигеть. Ну, это очень… Блин, только на английском у нас была мечта, если это на русский. Ага. Блин, кто-то есть из подписчиков захочет это? Блин, никто из брендов, да, вот сюда интеграцию уже не купил. Сейчас пока мало подписчиков, да, по идее, можно сюда залететь, да, за низкую цену относительно, и потом на дружеских отношениях, когда канал раскачается, я уверен, раскачается, потом уже как бы от этого иметь свой профи, да. Это типа как купить Неймара, когда ему 18 лет, там, за 50 миллионов и продать за 200 миллионов, потом подороже. Ну, типа, почему наши вот маркетологи это не делают, интересно? Не знаю, не знаю. Окей, прикольный чел. Ты вот как раз человеку сказал, скажи два чувака, вот, за кем ты фолловишь, и тебе нравятся вот эти люди, кого ты посоветовал? Ну да, про миллениалов, да, это мне он помогал, ух ты, как я его сейчас забыл, да, я быстро сейчас. Хорошо, давай покажи. Давай ты быстро. Два чувака, вот. Или ты его уже сказал, в принципе, Трюдо, да? А, хотя нет, его, нет, лучше. Ну, у меня в этом плане, знаешь, такой другой вопрос, я такой человек, типа там, видео занимаюсь, когда мы сидим, обсуждаем кино, я не знаю ни одного актера и режиссера, с которым я знаю, на пальцев одной руки можно пересчитать. Например, условно. Ага. Когда мы что-то еще, что-то говорим, то-то, то-то, я с Расиком, кстати, об этом пару раз говорил. Угу. Я неосознанно, не то, что я типа не ставлю никого себе в пример, да, но у меня нет такого, чтобы кого-то себе в пример ставить. Ну, такой психотип, когда ему не надо жизнь. Да. А у меня, например, надо. Я просто вот, да, вот, такое же было вот выражение какой-то реликлии, не знаю, в Библии или где, не создавай себе кумира, знаешь. Вот когда ты его создашь себе, ты выше него не прыгнешь. Угу. Да? Вот, как помните, название передачи по-другому хотела. Да, да, да. Я сказал, не ставьте это название, потому что вы не перепрыгнете потом вот это типа. Да. И вот, я неосознанно делаю, но из таких вот прям, которые этот, мне симпатизируют, ну, местами, и то я сомневаюсь, мне Дуров симпатизирует. Павел Дуров? Да. Дуров красавчик. Да, симпатизирует, но он, из-за того, что он закрытый человек, непонятно, может, там есть какое-то второе дно непонятное, там, как у них спецслужбы, там, она, у нас, все такие вещи. Да. Но, в принципе, вот, если бы он раскрытый, мне кажется, он бы мне вот понравился. Такой, знаешь, какой-то черный мак такой, знаешь, скрывается, такой. Мне вот, мне нравится, вот. Я бы... Ну, и Илон Маск, это, наверное, невозможно, да, им не восхищаться. Попса, ой, да. Попса, да. Из таких вот, Саймон Синик, вот я его много посмотрел, он про миллениалов, мне многие вопросы про поколение открыл. Ага. Потом... Просто видишь, у меня имена, вот, когда надо сказать, я их всегда забываю. Потом это Сэд Годин, в плане маркетинга. Это вот, я его уважаю очень сильно, и так далее. Ну, и Новом Хомский, это из интеллектуалов, если брать. Крутой чувак, у него есть статья «10 способов манипулирования с помощью СМИ». Один из таких крутейших ныне живущих интеллектуалов, считается, он там декан кафедры MIT по лингвистике, он там про языки очень много открытий сделал. Ну, такой прям очень позитивный чувак. Другие, наверное, просто там как-то более по религиозным соображениям и так далее. Так что, ну, вот эти чуваки мне кажется. Окей, понял, понял. Ну, так, я какую-то речь толкну, закончу. Очень много, опять же, прикольного было сказано. Я, наверное, скажу насчет соответствия. Вот сегодня мы говорили насчет девушки, да, то есть мы, парни, лицемерим насчет того, что, типа, хотим погулять, покайфовать, а потом взять в жены, типа, очень классную, хорошую девушку. И в то же время мы хотим гулять, тусить и так далее, и в то же время зарабатывать большие бабки. А на самом деле, чтобы это все осуществилось и так далее, мы должны соответствовать своим каким-то желаниям, да? и делать действия. И плюс я понял, что если мы хотим вот такой вот свободы, да, и в отношениях, ну, не в отношениях, а вот свободы вообще в жизни, то у нас в первую очередь должна быть очень сильная дисциплина. Дисциплина равно свободе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok